Готов, отлично! Вы готовы пять вопросов о русском языке? Я только пять. Я пытаюсь найти больше вопросов для английского языка, но только пять вопросов. Хорошо, начнем с моими вопросами в английском. И это может дать вам идеи, если вам нужны другие вопросы. Я думаю, что у меня есть уникальные вопросы. Первое, вы можете объяснить, как использовать до тех пор и до сих пор? До тех пор и до сих пор, да? Да, да. Я понимаю, что они очень похожи. И иногда я не знаю, что использовать одну и что использовать другую. О, я... Знаешь, что... About two days ago, я... I came up with this idea about this video, about this topic. I mean, this kind of phrases. До сих пор... До тех пор... Уже... Пока... I mean, in English language, we have this kind of English word, like still, yes? And this English word still very similar, like Russian, до тех пор... I don't know how to explain it, but I will try. До тех пор... It means that... I... I did something... Still... Some... Hmm... For... For... For is like... For... It's like... For... Still... For... Still to... Some... Subject... Or still to some... Uh... Uh... How to explain it? Oh, my God. It's really very difficult. For... For is like... For is like... Until... And then... For... Is it the same as like... Мне пора? No, it's different. This is... Phrase is different. You know, when we say... For... Мне пора... It's the same for... До всех пор... До тех пор, да? No. Look... Uh... Phrase like... Мне пора... It means that... Uh... For example... I need to go... For example... We very often use this kind of phrase like... Мне пора... For example... I need to go home... You... For example... Communicate with your friends... In... Your friends invite you... And... You... Tell them that... I need to go home... And you can say like... Мне пора... Мне пора... It's like... It's time... In time to go home... Understand? We can say... For example... Still... Watch my video till the end... In Russian we can say... Смотри это видео до тех пор... Пока оно не закончится... These two sentences like... Like I... Еще раз... Смотри это видео до тех пор... До тех пор... До тех пор... Смотри... Это видео... Этот видео... Да... Смотри это видео... Watch this video... До тех пор... It's like... Still... It's like till... Пока... Оно... Не закончится... Пока... Оно... Не закончится... Пока... Оно... Не закончится... Пока... Да... It means this... That... Watch this video... Till the end... In Russian... We can say like... With this phrase... До тех пор... Like... Смотри это видео... До тех пор... Пока... Оно... Не закончится... Understand? Or... And in this... In this three-word phrase... До тех пор... Yes... That word for... Is the same... For... In... Мне... Пора... So... Not that the meaning is the same... That piece... Is the same word... Right? No... No... Repeat please... Ah... Вот... Я имею в виду, что... В это выражение... До тех пор... Есть три части... Да? До... Есть пор... А вот это пор... Это... Одинаково... Как пор... В... В... Вне... Пора... Да? То есть... Это одинаковое слово... Но... В две другие выражения... Yes... But... The meaning of these two words... A little bit... A little different... A little different... Да... Но я имею в виду, что... Вот... До завтра... И до тех пор... Есть до... Одинаковое слово... В две другие выражения... Yes... Yes... Хорошо... Окей... Now... I... I will ask you yes... Окей... Давай... Почему... На английском языке... Все предложения... Строятся одинаково... Одинаковая структура... Что я имею в виду? Например... I love you... Or... I go home... На английском мы говорим только так... Правильно? Только так... Потому что на русском языке... Мы можем сказать... Я тебя люблю... Я люблю тебя... Люблю я тебя... То есть мы... Ставим... Мы можем поставить каждое слово в абсолютно разные места этого предложения... Понимаешь? Почему вот в английском... Почему в английском... Мы говорим только... I love you... Or... I go home... Мы... Мы не можем сказать... I home... Go... Or... Go home... I... Or... Love you... You love I... Why? Почему? Это потому что... На английском у нас нет платежей... И... Из-за этого... Я думаю что русский это... Такое круто... Потому что... Я раньше... Раньше изучал... Французский... И... На французском... Грамматика... Это... Могу сказать... 95% похоже... То есть... Если я хочу выучить... Французский... Мне нужно просто... Переводить... Почти... Просто... Переводить... Каждый звук... Но... На русском языке... Это совсем... Это... Совсем... Другая система... А... Потому что... Тебя... Подожди... Можно гибко... Строить... Виражение... А... И... Вот... Если я скажу... Я люблю тебя... Я знаю... Что... Я люблю... Тебе... Потому что... Я сказал... Тебе... А не... Ты... Но... За... У нас... Нет... Но... На самом деле... У нас... Подержи по английски... Потому что... У нас... И... Не... Но... Это... Из... Старого... Английского... Да... То есть... У нас... Еще... Может быть... 5%... Этой структуре... Но... Сегодня... У нас... Вообще... Нет... Винительный... 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 Подержи... Да... 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 То есть... Если я говорю... I... You... Love... Это не умеет смыслить... А... Если я говорю... You... I... Love... I... I... Love... You... Love... Me... Love... You... А... Если... Они не стоят в очередь... Мы не знаем... Кто любит... Кто... Кто любит кого... Угу... Угу... Я понял... Да... И... После... После... Может быть... Месяц... Я заметил... Вау... На русском... Все так гибко... Наверное... Стыфи будет... Очень интересно... Очень по-другому... А... Также... Есть другие... Как... Suspense... Знаешь... Что... Что такое... Suspense? No... Нет... А... Suspense... Это значит... Ээээ... Вот... Мы посмотрим фильм... А есть... Ээээ... Ээээ... Может быть... У... Как... Ужас фильм... Как... Как... Ужастик... Ужастики... Ужастик фильм, да? А есть... Двер... А может быть... Монстр... Эээ... Монстр... Эээ... Эээ... То... Ну... Монстр за дверь... Медленно... Эээ... Открывается... Открывается... Вот это... Да... Вот это... Суспенс... То есть... Мы... Не знаем... Что будет дальше... А... А... Я... Тебе... Есть... Ещё раз... Неизвестно... На... Третье... Слово... То есть... Это я... Это тебе... Может быть... Это убит... Может быть... Это любовь... Кто знает... А... Понял... Понял... А... На английском... Потому что я говорю... I... Love... У нас уже есть глагол... Но мы не знаем кого... Поэтому... Для тебя у меня есть... Второй вопрос... Да... А... Подожди... Ты сейчас задавешь вопрос... Правильно? А... Хорошо... Да... Твой вопрос... А... Окей... Мень... Гарlo indoам... Никакой слаги... Немайн... Нет... Нет... У... А... Нет... Какой слаги... На��... Когда желаю... Вселенус... У street... А... bisschen... да не двигать. Нем undergrad и ям... Так... ... Продолжение следует... Это сложная вопрос... Я помню... Я знаю, что мы имеем подобные белорусские сленки, которые мы используем иногда, но мне нужно помнить... Например, я знаю, что русские и украинцы называют вас вулбаши, что вы называете Украинцы и русские? Например, мы называем людей из Украины как хахли. Хахли. Это плохое слово? Я знаю, что иногда люди из Украины называют нас вулбаши, но это же самое, как, например, люди из Украины называют нас вулбаши. Понимаете? Потому что некоторые люди могут быть вулбаши, а некоторые люди не вулбаши, как мне, например. Например, если вы мне назвали вулбаши, то я не волнуйся на это. И это же самое, как с людьми из Украины. Некоторые люди из Украины, я думаю, что некоторые люди из Украины могут волнуйся на это слово, хахли или хахол. Если мы говорим о одной человеке, хахол. Если мы говорим о многих людей, мы называем их хахли. Русские люди из Украины мы называем москали. 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 Да, это означает, что мы говорим о людях из Москвы. Потому что русское слово москали из русского языка москва. 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 Да. И поэтому, этот язык старых людей появился очень много лет назад. Этот язык москали. Поэтому, все люди из Беларуси, из Украины, из Украины имеют собственное слово, которое мы можем называть другими словами. Беларуси – бульбаши. Украинцы – хахли. Русские – москали. Понимаете? Беларуси – я не знаю. Я не знаю. Я должен подготовиться для этого вопроса. Я знаю, что мы имеем такие типы сленки, но я не могу вспомнить сейчас. Следующий мой вопрос. Почему в Америке на английском языке слово девичник вы называете как hen party? hen party. Because hen is chicken, yes? Girl chicken. Hen. Hen party. Why? Мы знаем, что девушки, когда отдыхают, например, перед праздником или на празднике. Да. Мы называем это на русском как девичник. Девичник. От слова девушка. От слова девушка. Да. А у вас на английском hen party. Это как курица вечеринка. Курица вечеринка. Курица вечеринка. Или как… Да, да. Это шутка. И на самом деле это британское выражение. В Англии они говорят stag party, где мужчины, а hen party, где девушки. В США мы говорим bachelor party. Bachelor – это просто значит полостой человек. А, bachelorette party, где девушки. Но я объясню. Если мы… Если мы… Если мы… Вот я… Если я еду тусоваться одна, один, я говорю I'm going stag. Going stag. А stag – это вот это. Олень? Ёс, да? Лось, лось. Лось, лось. А, ёс. Лось. О, 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 лось. Лось. О, 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 лось. Лось. Я желаю stag to the party. Эээээ. Лось. Я желаю stag to the… Формальные events. Понимаешь? Угу. Понятно. Понятно. Да, т.е. А вот это stag, где мужчины, а hen. Hen. Вы говорим hen, потому что, после, после брака иногда девушки, они Они говорят много, и они... Интересно. Давай твой вопрос. Окей. А знаешь, что такое эфемизм по-русски? No. Окей. Я объясню. Окей. Окей. Мы в работе, и у нас есть коллега. И коллега умер. И я хочу сказать, что он умер, но я хочу сделать это легче. Понимаешь? Угу. 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 вопрос свои задали то есть как объяснить как сказать человеку что какой-то мой друг например умер правильно это ужасно могу сказать я не хочу сказать не вкусный потому что ты дали мне подарок ты дали мне еду это нервничество поэтому я могу сказать ну да мне нравится но это не мое да это типа эфемизм то есть на самом деле я думаю о гадость я не говорю так то есть да but please give me some uh useful euphemisms maybe how to tell how it tells someone um you're fired at work it's nice indicate the quote you're fired no uh fired started by the Pascal boss И здесь не работает еще раз. А, я... Я понял, я понял. Это значит, как сказать что-то более слабо, более слабо, да? Да, да. Это уфомизм. У меня плохие новости, например, для тебя. И я должен рассказать вам эти новости более слабо, да? Более слабо. Да, понятно, да, точно. Именно. Я не знаю. Я не знаю. Просто используйте разные, более слабые слова, более слабые expressions, фразы. Я не знаю. Например, если я... Например, очень обычные фразы, как, к сожалению. Это как, о, я тебе сожалею. Я симпатизирую с тобой. Я сожалею тебе. К сожалению. Допустим. К сожалению, мой друг умер. Случилась беда. Я имею в виду, что произошло, что случилось беда, да? Да, случилось беда. Больше обычные фразы, которые мы используем в каждой ситуации, когда мы имеем такой плохой ситуации. Да? Как, к сожалению, или... Это, как, неправильно, неправильно, да, к сожалению. А, вот, fire me in Russian. Да, and I sympathize... Давай в роли. Ты мой босс, я работник, fire me. А, окей. К сожалению... I can tell you this kind of phrase, listen to me. К сожалению, я посмотрел на результаты твоей работы за предыдущий месяц. Они очень печальные, твои результаты. И мы посоветовались с коллегами, я посоветовался со старшим менеджером. И мы приняли решение, что тебе нужно найти другую работу. Поэтому, к сожалению... Поэтому, к сожалению... Поэтому, к сожалению... Мы должны тебя уволить. Поэтому... Ну, как-то так, наверное. I think so. This kind of phrase. It's your problem. You know? Yes, in English, we have very common phrases. Like... They... Instead of saying... We're firing you, you're firing will say... We're letting you go. А, я позволяю тебе уйти. I know, I know. Yes. Я отпускаю тебя. Я отпускаю тебя. Отпускаю. Огу. And... And... My condolences, yes. My condolences, yes. My condolences. My condolences. There is this kind of phrase. My condolences. My condolences. Мои соболезнования. We say if somebody dies. Yeah. If somebody dies, or something else horrible, Мой вопрос. Интересный вопрос будет. Ну, я так думаю. Почему? Ой, не почему, а какие английские буквы маленькие дети в Америке не умеют выговаривать, произносить. Например, например, дети, например, в моей стране, в Белоруссии, или там в России, или в Украине, маленькие дети не умеют выговаривать букву Р. Р. И они вместо этой буквы Р говорят букву Л. Например, for example, русское слово привет, привет. Дети у нас говорят не привет, а говорят плевет, плевет. Как вот, как насчет вот ваших детей, вот какие буквы они не умеют выговаривать, когда они маленькие? Вопрос. Да, на самом деле, это как русские, у них есть проблемы с TH, но интересно, что вообще по-русски они говорят Z, или то есть instead of thank you, они говорят thank you, thank you. Thank you very much. Но американские дети они говорят S, thank you. Thank you. Ага. Not thank you. Не интересно, что это по-русски. Not thank you, а thank you. Yeah, да, 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 и мой, мой кузин, то есть сын моего тетя, когда он был маленький, у него есть такой проблем. Но 8 лет он говорил, ну и 8-30 лет, он говорил thank you, thank you. Это как, это как обычные русские так говорят thank you, thank you. Все русские говорят thank you. Да, 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 могу сказать, что русские вообще, они говорят более Z, 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 но похоже, интересно. Ага. Да, может быть, тоже проблемы с W, а V, а я говорю worry, они говорят вов. Ага. Double R. Ага. Воври. Воври. Да, да, надо подумать не за счет. Я, кстати, вспомнил еще одну букву, которую дети у нас не выговаривают вообще, когда они маленькие. Например, слово самолет. You know? Самолет. Plane. Да-да. И они говорят не самолет, они говорят самолет, самолет, without, без буквы L. Самолет, самолет. мягкий звук, сложно. Мягкий звук? Но мягкий L я могу. Да, то есть мягкий L мне понятно, потому что я говорю большой L, L, L. несложно, но не мягкий буквы надо, я не могу произносить правильно. Так что меня еще справились с Ш, Ш, а Ш. Так что не знаю правильно слово. Ну, я понял, я понял. Задавай свой вопрос. в 1940s или 1930s. Ну, я понял, может быть, если я ребенок и я претендую быть старым, что слово я использую? Я понял, что слово только старые люди используют в моем стране, в русском языке, да? Да, и также если я играю старым, я вижу если я хочу стать себе персонаж и играем, я хочу пугу. Понимаешь? I know, it's like Russian slang. Old people very often use this kind of word like деточка. 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 It's like baby or honey. For example, older old man, old woman stand on the turn on store, for example, in the store, yes? And this old woman can say, can tell somebody to these people, for example, how to say sometimes these old old people tell somebody like деточка, деточка. It's like for example, I'm old people, I'm old person and you young young person and I very often can tell you like деточка, like honey, baby. In Russia, in Russian language we use like деточка, деточка. Or if you, for example, if you're a man, I can tell you that you are сынок, 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 for example, сынок, give me this thing, сынок, give me this thing. Or if you're a woman, I can tell you, дочка, 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 give me this place, give me this thing, дочка, like this, something like this. Is there any people that still say psilotic? Or is it completely gone for everybody? Very seldom we use this word. Now we use this word very seldom. Before, for example, 20 years ago, for example, those people very often used this kind of word. But now no, very seldom. It's so interesting me how fast that word disappeared. Because I watched like and they say everyone is tovarish, tovarish, tovarish. Yes, yes. 20 or 30 years ago people used this word or for example, I don't know, it's also very interesting question but I can't remember what the word what the words all people used. I think maybe we can do a call again when we have more time to think. Yes, yes. you asked me really interesting questions about kids talking and I wish I could remember more. Yes, just we needed to prepare for this video because you needed ask me before this video your questions for me and me too I also needed to ask you these questions for you to record this video more interesting. My question yes. Это правда, что когда вы говорите на английском вы очень часто используете контекст конкретного предложения. Что я имею ввиду? Например, есть английский глагол save. Например, I save a document or I save money. Один глагол, но два значения. Правильно? И вы это понимаете только из контекста. Правильно? Только по контексту понимаете. И вот я заметил, что вы часто употребляете какие-то выражения слова или какие-то предложения говорите, например. И для носителя русского языка мы иногда не понимаем, что вы сказали. И чтобы это понять, нужно понять контекст этого предложения. Правильно? Потому что, например, в русском языке мы редко используем контекст какой-то. потому что для каждой ситуации for every situation we have separate word. У нас есть отдельное слово, у нас конкретные слова есть для каждого, для каждой ситуации, для каждого предложения. А вот в английском у вас часто контекст присутствует. Нужно понимать контекст. Вот это правда или вот как-то я не так понимаю. Ну, да, 100% правда. Да, да, тоже вот другие существительные, только можно этот этот глагол поп. Но так и с нарусском, если я говорю, я сохраню деньги, ты знаешь, что я хочу сказать? Сэкономлю, да. Ага, да, глаголы более специфические на русском, да, да. И замету, что на английском у нас более wordplay. А wordplay это когда может быть мы говорим одну фразу в одном ситуации и это смешной если мы думаем, что глагол есть другие смысли на предель мнение блин. Блин. Хорошее слово. Не могу отдать ответ ответ, но могу сказать, Шекспир, знаешь, Шекспир, да, в его произведениях произведениях в его произведениях. Произведениях. Да, есть много таких движений, да, то есть может быть есть о, вот, например, есть персонаж с меч и он говорил что-то о меч и он говорил глагол в сфере типа файлинг но в самом деле он говорит он говорил о членах. То есть он у него есть оружие, но он сделал сексуальную шутку, сексуальная шутка, потому что такие глаголы можно использовать в других местах в нашем языке, а на русском это не так. А другой вопрос, вы говорили о гипус русского русского языка и я тебе рассказал, что я хочу в будущем читать стрихи на русском, потому что мне интересно как они можно работать в совсем другие системы. А вот это feature, то есть есть штука характеристики в английском, которые я думаю более круто, чем русском. Не круто, но просто интересно, потому что это по-другому. сейчас я ставил Гарри Поттер все на русском и мне известно как переводить и как работает переводитель, когда у тебя другие системы и надо держаться, надо держаться. то есть да, тебе нужно контекст, иногда это сложно, но тоже это характеристики нашего языка, который я думаю очень есть. Понятно, понятно. Задавай свой вопрос. О, окей, лучше, лучше, лучше. Я задаю вопрос. Вы мне смысл слов для денег? Funny slang about money? So, you have, like, I know you have бабки, and there's many other Russian words for money. Yes. Tell me your favorite slang word for money. Бабки, yes, that's exactly, that's true, that we use this Russian slang like бабки, бабки, also we can use another word about money, like, for example, we if talking about American dollars, or absolutely another dollars, exactly like money, dollars, we sometimes use another word like boxy, 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 it's like babki, no, but sometimes we use boxy, boxy, for example, for example, you want to ask me something and I can tell you, 5 bucks, 5 bucks, it's like 5 dollars and I give you this thing, in Russian we say it like 5 bucks, 5 bucks, it's like a joke, it's like joke, or what about yes, we needed to prepare for these questions, that's okay, there's lots in English, oh, think about rap music, I know rap music, there's always that it works for money all the time. About rap music? Maybe. I mean, that in rap music there's always other words for day. Yes. It could be Morgenstern. I said something. You know Morgenstern? Yes, yes. Wow. Also, we can say like I told you Russian word bucksy or babki sometimes we can say like babosiki babosiki what about old people? деньги, денюшки, 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 is there anything old people say for these words? Groshy, groshy. Groshy? Yes, it's in Belarusian language. Groshy. Groshy. What for my brother Yes, 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 хорошy, хороший. I think that's all. I have my last question for you and на русском. Вот ты знаешь рэпера Эминема, правильно? Эминем. Как вы понимаете о чем он поет? Потому что он поет очень быстро. his speech is very fast. Как вы понимаете, что он говорит? Потому что когда мы пытаемся, например, улучшить свои навыки аудирования, I mean listening skills, и слышим английскую речь медленную, я как бы понимаю в основном практически все, но когда он поет Эминем, просто как ты понимаешь все? да? Да. Три другие причины для этого. Во-первых, он говорит много references, не знаю, как сказать, references. То есть, он говорит, он использует выражения и выражения о что-то случилось в американских и выражения то есть, есть другой рэпер Notorious B.I.G. Не знаю, если кто его знает, но он говорит beating people up like Ike beat Tina. Ike это был известный человек в Десяти и он он был его жену. то есть в этой песне этот рэпер он использовал метафор метафора метафора он использовал метафору о что-то случилось 10 лет назад а что-то случилось было известное событие в американских американских культура но белоруссия в россии никто знает это неважно это первый а второй могу сказать что это рэп надо говорить быстро и иногда надо чуть-чуть изменить произношение чтобы ритм хорошо то есть иногда он использует неправильное произношение а ответе у него акцент еще гадский акцент иногда другие ретры есть другие акценты может быть это человек с мексиканским кровом он хочет говорить с испанским акцентом он же из детройта да да то есть да да из детройта тоже он есть nasal voice nasal voice это значит any object с носом носовой с носом говорит да носовой голос да 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 и много другие люди говорят они хотят чтобы я помочь их переводить репп могу сказать что это очень advanced novel твой уровень на английском надо будет очень высокий а также тебе нужно понимать много других событий в нашем культуре ну я понял ну а вот вы ты например все понимаешь что он о чем он поет это это зависит от если я понимаю 98 97 потому что это будет интересно то давай сделаем еще раз и будет весело да согласен я согласен согласен я я согласен я вместе когда мы общаемся в этом видео и я надеюсь что это было очень полезным для меня и для тебя спасибо спасибо очень интересные вопросы я буду подготовлены с одной вопросом мы сделаем видео пока пока